Международная выставка искусств «Артмир-2022» удивляет прямо с порога. С первым шагом попадаешь в параллельную вселенную художника Игоря Иванова. Его авторская техника «Арт-ресайклинг» означает переработанное искусство. Сразу и не подумаешь, что эти фантасмагорические работы рождены из простых бытовых предметов. Всё здесь сделано из вторичного материала. Разобранные компьютеры, разобранная бытовая техника, старые сломанные игрушки и вообще любые предметы, которые честно нам служили. Дальше мир в облаках от французского художника Луи де Санлис. Каждое полотно – его взгляд на переменчивое и характерное питерское небо. В локации даже стоят два кресла, как в самолёте, чтобы приблизиться к ощущению полёта. Автор говорит, что небом северной столицы не ограничится. Нижегородские облака тоже однажды напишет. Когда я гулял первый раз на набережной, я видел, как вот именно горизонт, который с высоты можно видеть широкие волги, небо. Отдельное внимание, конечно, нижегородским мастерам. Они удивляют не только масштабными полотнами, но и филигранным мастерством миниатюрной живописи. Скорее всего, это ближе даже к ювелирной работе. Мы работаем с лупой. Можно купить одну кисть и сделать из неё пять кистей. Практически мы пишем одним волосом. Вот так от стенда к стенду, от автора к автору простирается международная выставка «Артмир-2022». От изобилия произведений буквально кружится голова. Только вдумайтесь, больше 150 авторов, более 25 городов России и мира. Количество произведений просто бесчётное. Воедино их удалось собрать организаторам и нижегородским галеристам. В течение последней недели мы практически живём на этой площадке и последние два дня встречаем художников. Сюда грузы стекаются из разных городов. Мы их принимаем, расставляем, помогаем всем. Почти в каждой локации работы представляет сам автор. Это уникальная возможность прочитать искусство вместе с художником. Но всё это было бы невозможно, если бы не новое пространство первого корпуса Нижегородской ярмарки. Кстати, в этом году ей исполнится 200 лет. Девушки-организаторы, они раньше не могли на такой масштаб, потому что не было места. Теперь появилась инфраструктура, и они применили все свои таланты для того, чтобы собрать большое количество художников здесь. И получилось, конечно, действительно масштабно. «Артмир-2022» стал шире и оброс новым смыслом. Теперь это не только знакомство с искусством, но и повод сделать доброе дело. К примеру, поддержав проект «Уроки доброты». Каждый гость может приобрести особенный лотерейный билет. Его стоимость – 700 рублей. Ровно такая сумма необходима, чтобы провести один урок доброты. Это специальные занятия, на котором школьникам и студентам рассказывают информацию об аутизме. Организуют такие уроки благотворительный фонд «Время рассвета», который помогает детям с расстройством аутистического спектра. По своему опыту могу сказать, была на таком уроке у своих детей. Дети – это очень благодатные слушатели и умеющие воспринимающие этот материал. И если мы сформируем отношения к таким детям сейчас, то это значит, что через 10 лет в нашем обществе уже будут принимать таких людей. В ходе открытия выставки «Артмир» уже разошлись десятки лотерейных билетов. А значит, благотворительные уроки доброты точно состоятся. Сейчас запросы у нас от нескольких университетов нашего города и от огромного количества школ. Потому что действительно руководители общеобразовательных учреждений видят важность в организации данного проекта и понимают, для чего и для кого мы это делаем. Каждый, кто покупает лотерейный билет, автоматически получает шанс выиграть произведение искусства. Вот, к примеру, Николай Ходов, купив 10 билетов, стал обладателем сразу двух картин. Ощущение того, что ты сделал хорошее дело в части лотереи и еще два подарка в руках. Кстати, поддержать проект «Уроки доброты» можно и дистанционно. Для этого нужно зайти на сайт Нижний 800 в раздел 800 добрых дел, найти страничку акции и сделать перевод. Что же касается следующего розыгрыша, он пройдет в завершении выставки. Билеты можно приобретать каждый день. Так что любой желающий еще может получить шанс сделать доброе дело и выиграть ценный подарок на память. Артмир ждет гостей с 5 по 13 февраля. Служба информации Елизавета Виноградова, Михаил Городников.